Здравствуйте, с вами Олег Ильич, и это канал B-Studio Games, мы продолжаем игру Mass Effect. Так, где это мы, где это мы? Мы, конечно же, находимся в Академии СБЦ. Так, и нам срочно нужно... Так, жилые сектора, логово Коррей. Так, тут у нас должен быть какой-то движняк, если я так предполагаю. Тут уже никто нас не ждёт, как ни странно. Субтитры сделал DimaTorzok Чётко разобрались с этой ПК-охраной. Хорошо. Есть. Там, кстати, можно было взорвать, но уже хер с ним. Так, у меня уже перезарядилось. Так, вот этот хочет поболтать, да, у нас? Давайте с ним поболтаем. Так, так, так... Стой, где стоишь! Не приближайся! Складские рабочие. Все настоящие охранники должны быть мертвы. Стойте на месте, или мы будем стрелять! Так. Спасайте свои шкуры. Да не, мы ещё варвары, что ли, блин. Так, герой плюс два. Ух, как я это люблю. Оружейный шкафчик. У-у-у! Ручное отключение! Да, почему бы нет? Блядь, подождите. Если вот так вот... То есть что-то не с той стороны я. Так, взять всё, конечно же. А теперь зайдём в отряд и посмотрим, что кому нужно. Ой, не то. Так, отряд нет, снаряжение. Так, у меня так. Это винтовочка. Сто шестьдесят. Мститель два, да? Да, почему бы нет? Пускай будет. Так. Гарусу. Гарусу снайперский вариант. Ничего нету хорошего, да? Раурекса для дробовичков. Е-е-е-е. Я таган. Так, улучшим его. Дробовичок. Кодексы, что тут у нас? Боевый? Ничего интересного не вижу. Так, сохраним всё. Так-так-так, Шепард. Блин, там так валят, не по-дерзски. Блин. Есть. подожди посрался да мне нужна информация где акварианка нету я здесь не знаю где она я говорю правду он вам больше не нужен дайте я его убью подожди подожди не знаю где акварианка знаю где ее можно найти к варианте нету здесь заявила что будет говорить только серым посредником этот с глазу на глаз херня даже меня наняли через агента никто не видел этого серого черта никогда даже я не знаю кто он но она то этого не знала я и пообещал и устроить встречу но когда она объявится там ее будут поджидать люди сарана то где будет встреча говори где быстро да тут в жилых секторах переулок за рынками она встречается с ним прямо сейчас если поторопишься успеешь что вы делаете серый посредник заплатил мне за его смерть я должен сделать работу он хотел сдаться стреляем безоружных пленников сколько народу из-за него полегло он сам напросился к тому же у нас есть дела и поважнее к варианка погибнет если мы не пойдем туда прямо сейчас так хорошо отрядик два очка так солдат а тут что-то больше мы не можем пока что так есть перелив адреналину так чувачок снайперский до уничтожение от тебе на дешифровка да так агент урианец рекс дробовик расправа так усиление щита да а че там по снаряжению давайте хоть посмотрим че там есть да так рекс Так. Так, хорошо. Спасти Кварианку надо. Такая музыка сразу, блядь. Бешеная. Вот некоторые вечно жалуются, что в жилых секторах толпы народу. А у меня что-то никаких проблем. Передо мной все раскупаются. Так. Так, тут нихера не открывается. Так, Шепард. Так. 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 Продолжение следует... ...гаруса нашего влупили. Вставай, малыш. Хватит лежать. Так, понял. Снаряжение. У кого там плохое снаряжение? У снайперской винтовочки. Урон с синтетиком. Так. Есть. Должны успеть. Так, а куда нам идти там по журналу? Переулок, блин. Видите, что у меня уже... Нам облегчили задачу. Так. Ага, вот она. Принесли. Где серый посредник? Где фист? Сейчас будут. Где доказательства? Как не пойдет, сделка отменяется. Это что за головастики? Фист подставил меня. Я знала, что ему не следует доверять. Так. С вами все в порядке. Вас не ранили во время перестрелки? Я могу и сама себе позаботиться. Но за помощь спасибо. Кто вы? Друг. Меня зовут Шепард. Я ищу доказательства того, что Сарен предатель. Тогда мне нужно отплатить вам за то, что спасли мне жизнь. Нужно уйти в безопасное место. Можно отвезти ее в посольство людей. Да и вашему послу захочется взглянуть на это. Так. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово Коры. Вы хоть представляете? Кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Так, она поможет. Она может нам помочь. Хорошие новости, посол. У нее есть доказательства того, что Сарен связан с геттами. Это правда? Может, вы начнете с самого начала, мисс? Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Это ритуал вступления в совершеннолетие. Так, паломничество. Я никогда не слышал об этом. Это традиция моего народа. Когда мы достигаем зрелости, мы покидаем родной корабль. Мы в одиночку отправляемся в путешествие. А возвращаемся во флотилию, когда находим что-нибудь ценное. Так мы доказываем свое право вступить в совершеннолетие. Что-нибудь ценное? А что вы ищете? Это могут быть ресурсы, например, пища или топливо, или полезная технология, или какая-нибудь информация, которая поможет облегчить жизнь флотилии. Паломничество — это доказательство того, что мы будем приносить пользу обществу, а не просто потреблять ресурсы, количество которых у нас ограничено. Понятно. Продолжайте. Расскажите, что вы нашли. Во время своего путешествия я слышала сообщение о появлении геттов. С тех пор, как гетты стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границы вуали. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей геттов на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы. А потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гетта его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Так, это правда. Как вам удалось сохранить модуль памяти? Мой народ создал гетто. Если действовать быстро и аккуратно, вам может повезти, и небольшие фрагменты данных удастся сохранить. Большая часть данных была уничтожена, но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Мы одержали крупную победу на Иденбрайме. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарна. Это подтверждает его причастность к нападению. Что такое канал? Он сказал, что после Иденбрайм они приблизились на шаг к каналу. Что это значит? Канал каким-то образом связан с маяком. Возможно, это одна из протеанских технологий. Что-то типа оружия. Подождите. Это не все. Саран работал не один. Мы одержали крупную победу на Иденбрайме. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про пожинателей. Кто это? Это какая-то новая раса? Согласно данным модуля памяти, пожинатели высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают гетты. Звучит каким-то неубедительным образом. Так. Она права. Введение на Иденбрайм. Теперь я понимаю их смысл. Я видел, как протеан уничтожили пожинатели. Гетты считают пожинатели богами, вершиной неорганической жизни. И они полагают, что Саран знает, как вернуть пожинателей. О, совет придет в восторг. Так, они должны знать. Пожинатели представляют угрозу всему живому в пространстве цитадели. Мы должны сообщить им. Неважно, что они подумают насчет всего остального, эти аудиофайлы однозначно доказывают предательство Сарана. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом совету незамедлительно. Оу, е. А как же ваши поиски? Вы сказали, что находитесь в паломничестве. Паломничество говорит о нашем желании посвятить себя общему благу. Кем я буду, если откажусь от этого? Саран это угроза для всей галактики. Паломничество может подождать. Так. Вы будете полезны. Я приму любую помощь. Спасибо. Вы не пожалеете об этом. Мы с Андерсоном подготовим сообщение для совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне. Так, а что это они нам тут? Ну, я беру своих двух чуваков. Жалко, нельзя больше брать, но хер с ним. Так, подтвердить состав. Так, 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 так. Что ж, а тут что-то может быть интересное. Давайте глянем. А нихрена здесь нету хорошего. Так, что у нас теперь по заданию? Идти в совет, что ли? Давайте глянем. Так, основная задача у нас. Вам стоит приступить к встрече с советом. Ага, понял. В башню идти нам. А что там опять снаряжение какое-то? Так, улучшение гранат. Не, пока что ставим. Так, кодексы, что тут? Ох, это нет. А тут ничего интересного. Сохраняемся. И быстренько, я думаю, у башни. Капитан Шепард, у вас не найдется для меня минутки времени. Сам я же... Так, давайте сохранимся перед тем, как говорить хоть с кем-то. Капитан Шепард? Меня зовут Самиш Батия. Извините за навязчивость, но мне больше не к кому обратиться. Буду дурать помочь. Без проблем. Чем могу помочь? Моя жена служила в космической пехоте. В 212-м подразделении на Иден Прайм. Я отправил запрос на возврат тела для кремации. Но военные мне отказали. Они сообщили причину. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Так, я все... Я выясню. Мы узнаем, в чем причина. Моим делом занимается мистер Боскер. Последний раз я его видел в том дорогом баре. Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить мою жену и оказать ей соответствующие почести. Хорошо. Здравствуйте, капитан. Переговоры с мистером Боскером сдвинулись с мертвой точки. Он вернет тело моей жены. Так, жена. Расскажите мне еще раз, что вам сказали по поводу вашей жены. Как я уже говорил, мне ничего не сказали. Я не понимаю, почему мне не отдают тело. Местонахождение. Где мне найти мистера Боскера? Он был в том дорогом баре. Пока нет. Спасибо, Кроган. Так, хорошо. Разгуливающие без дела их сильно не лагируют. В том дорогом баре. А, в этом? Все, я понял. Правильно идем. Так, давайте сохранимся. Боже мой, вы капитан Шепард. О ваших подвигах говорит весь дипкорпус. Я могу вам чем-то помочь? Так, я здесь из-за... Самеша. Я здесь от имени Самеша Батия. Я хочу получить тело его жены. Нерали. Нерали Батия погибла на Иден Прайм. Думаю, мистер Батия сказал вам об этом. Раны на ее теле вызваны неизвестным нам видом оружия. Поэтому мы пока не выдаем ее тело. Тело токсично. Вы думаете, что ее тело может быть опасно или заражено? Нет, капитан. Нерали Батия не опасна. Ее тело представляет большой интерес для Альянса. Эти исследования помогут нам разработать лучшие защитные системы против гетов. Поймите, Батия после смерти может спасти больше людей, чем спасла при жизни. И много времени займут эти исследования? Это долгосрочное исследование. Я бы не ждал результатов ранее, чем через год. Количество тел? У вас наверняка много тел. Думаю, вы вполне можете отдать одно из них. Повреждения от данного типа оружия есть на очень немногих телах. А еще меньшее количество находится в состоянии, пригодном для изучения. Помимо этого, капитан, нам нужно как можно больше тел, чтобы выборка была показательной. Результаты? И когда эти исследования позволят разработать новые технологии? Если нам повезет, мы сможем использовать технологии на практике уже через пару лет. Так, это неправильно. Я понимаю, что вы пытаетесь сделать, но вы не имеете права удерживать ее тело. Капитан, вы, как никто другой, должны понимать, что нам приходится идти на жертвы ради спасения человечества. Я понимаю, но вы не правы. Пытаясь спасти человечество, вы забываете о человечности. Я заставлю вас вспомнить о ней. Ладно, капитан. Вы победили. Мне было сложно отказать мистеру Батя. Я не стану рисковать, отказывая еще и вам. Скажите сами, что тело будет отправлено на землю. Я сам за всем прослежу. А то твой жопу бы надрали бы, блядь, не по-детски. Так, хорошо. Здесь есть прекрасный парк, где могут отдыхать послы. Правда, у большинства из них на это нет вреда. Жрать охота. Интересно, потом руку есть рыба. Какая в жопу рыба, чувак, блядь. Ты построил свой размер этих кита, надо сожрать, блядь. Здравствуйте еще раз, капитан. Есть новости. Ее скоро доставят домой. Я напомнил мистеру Боскеру, за что мы сражаемся. Вашу жену скоро доставят домой. Спасибо. Мне нужно возвращаться домой, чтобы все подготовить. Это не принесло мне радости, но теперь я буду спокоен. До свидания, капитан. Так, сделали задание. Хорошо, давайте теперь отправляемся по своим делам. Так, в башню. Так, президиум. Башня цитадели. Поговорим сейчас с Светом, узнаем, что они скажут. Я думаю, уже пора после такой... Таких доказательств что-то конкретно решать. Ну, не знаю, это мое, конечно, мнение. А, этого мы обследовали. Так, это что такое? Ага, это мы же отсюда будем уходить. Понял. Можно тут еще глянуть. Может, тут где-то еще есть хранители, чтобы мы дообследовали их. Они тут где-то могут быть заныканные. Так, тут я никого не нашел. Но нам что-то много не хватает их еще. Не знаю, почему. Нет, я хочу... Капитан. Ага, вот еще один есть. Так. Отлично. Вот какие-то заколки, они все видно. Видел здесь. Еще на этой станции. Нет, я просто хочу задать пару вопросов. Ммм. Так, капитан, капитан. Сохранимся. Пойдемте. Удина демонстрирует совету доказательства, полученную к варианке. Отлично. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Сарен будет лишен статуса Спектра. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Бенезии. Ух ты, блядь. Это кто такая? Кто это? Матриархи — это Азари на последней стадии своей жизни. Их уважают за мудрость и опыт. Они служат учителями и вождями моего народа. Матриарх Бенезии — очень сильный биотик, и у нее много последователей. Для Сарена это могущественный союзник. Меня больше беспокоят пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гетта. Пожинатели — древняя раса машин. Они уничтожили протеан, а затем исчезли сами. Сарен хочет их вернуть. Гетты верят, что пожинатели боги, а Сарен — пророк их возвращения. Нам кажется, что канал — это ключ к их возвращению. Сарен ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал? Еще нет. Сарен полагает, что с его помощью можно вернуть пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите? Сарен хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Так, пожинатели реальны. Я предупреждал вас, Ассарене. А вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки. Это другой случай. Вы доказали, что Сарен предал совет. Все мы согласны с тем, что он использует гетов в поисках канала. Но мы не знаем почему. Очевидно, что пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарена. Легенда, которую он использует для того, чтобы привлечь гетов на свою сторону. Я видел их. 50 тысяч лет назад пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен — предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей Спектра. Совет лишил его всех полномочий. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в траверсе. Вот и пошлите туда свой флот! Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает гетам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Так, пошлите меня. Я могу остановить Сарена. Я согласна с капитаном. Есть способ остановить Сарена без флота или армии? Нет. Еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность Спектров. Я готов. Я встретился с Сареном на Иден Прайм и изобличил в нем предателя. Я доказал, на что способен. Кульчевый момент. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Исторический момент. Решением Совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадель. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал. Это символ. Воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они правая рука Совета. Инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое время. Они защитники мира в галактике. Они — наша первая и последняя линия обороны. Как джедаи. Безопасность галактики в их руках. Вы — первый спектр человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Так. Спасибо. Это большая честь для меня, советник. Мы посылаем вас в Траверс за Сареном. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. Какие-нибудь зацепки. Вы знаете, где мне его искать? Мы отошлем всю имеющуюся информацию послу Удине. Заседание Совета закрыто. Вот такие пироги. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Отправляйтесь в Академию СБЦ и поговорите с интендантом. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Мне тут у Дина вообще не нравится. Какой-то такой резкий мужик. Вот говнюк. Хоть бы спасибо сказал. Так, я его не виню. Я не нашел Сарана. А это значит, что я ничего еще не сделал. Идемте. После вас, Шепард. Так, бонус Спектра. Обучение Спектр открывает доступ к навыкам обаяния и устрашения. Е-хе-хе. Ребятушки. Обучение Спектр. Что там дает? Это увеличит здоровье. Увеличит максимальную точность. Ты-ты что? Ух ты, дополнительные возможности. Конечно, мне в разговорах пригодится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут у нас есть? Есть. Это есть первая помощь. Нет, тактическая броня. Так, а ты что у нас там, малыш? Ох ты, блядь, сколько тут всего у тебя. Что за физика? Видишь, здоровье. У-у-у. Так, и вот сюда один раз, да? Что был такой? Крепыш уже вообще. Так. Так, что по заданию? Поговорите с послом. Понял. Так, нам еще надо снаряжение посмотреть. Кодексы. А что еще по журналу есть? Так, сохранить. Может, с журналисткой еще переговорить? А тебе интересную информацию выдать? Пускай сучара знают все. Хотя я немало поработал в СБЦ. У меня еще не было возможности лично. А, вот еще один сучара. Я его не заметил. Заныкался тут, а? Так, есть. Мы еще где-то кого-то пропустили. Я вот не знаю где. Это что-то там наверху? А, да, оттуда смотрели. За событиями, да? Так, тут нихера не ма. Так, надо быть внимательным. Подожди-ка. Что скажешь? Вот интересно. Турианцы сами доперли заразить нас генофагом. Или им совет подсказал? Так. Тут ничего интересного. Так, поговорить с послом, да? Надо будет. Хорошо, это мы можем. Давайте идемте тогда в ББУ-президиум. Посольство. Поболтаем. Че он там интересно нам скажет? Подождите, давайте сразу на карту глянем. Действительно надо поговорить. У Индины, да. Давайте. Такая красная у нас ружьишка. Так, вот тут походу, да? Опачки. А посла-то нету. Ах ты, блядь. А где же он тогда скрывается, этот посол? Ай, в Академии СБЦ я не прочитал. Извините, блядь. Затупил. Зря, заразь сюда и шел просто, да? Ну и че, прогулочка не повредит. Свежий воздух. Ноги размяли. Жалко, что мы пропустили где-то еще пару этих чепушин. Так, Академия. Сейчас еще выслушаем всякую лекцию, там, блядь. Другие новости. Корпорация Экзогени все еще отрицает, что одна из их разведгрупп пропала без вести в скоплении гаммы Аида. Когда у представителей компании спросили, почему на прошлой неделе связь с разведгруппой неожиданно прервалась, они отказались давать комментарии. Так, вот мы уже и на месте. Отлично, так. Давайте глянем на карту, что она нам скажет хорошего. Так, давайте к интенданту подойдем. Посмотрим, че он там нам предложит. Приветствую, капитан. Так. Че там купить? Покажите, что у вас есть. Хорошо. Давайте-ка посмотрим ваш... Ух ты. Наверное, это какая-то ошибка. Спектр, спектр, чувак. Здесь говорится, что я должен открыть вам доступ к лучшим товарам. Вы спектр? Что ж, я слышал об этом, но не догадался, что это вы. Извините, капитан. Ничего страшного. Просто покажите, что у вас есть. Я открою вам доступ к редким товарам, капитан. Наслаждайтесь. Да, денег мне не могли подкинуть. Редкие товары. Так, и шо у меня какое-то говно, блин, стоит. Две девятьсот. Пять десять восемь. Чуть-чуть лучше, а три штуки надо отвалить, блин. Это Гарусу. Какие тут уникальные вещи у меня, что я не понял. Пистолет, что ли? Короче. Нахрен это всё. Бабла нету, блин. Дали бы лучше денег или бесплатный набор вот этих снаряжений более новых. Не, нихера. Шепард отсоснуть может разве что, блин. А не купить себе. Так, что тут вроде ничего интересного, да? Так, давайте пересмотрим на всякий случай. Да, надо будет на корабль, наверное, валить. Это вообще непонятно. Что за шлюз? Сакура растёт. Так, хорошо. Чуть японская культура нам не помешает. Стакувачному шлюзу. Понеслось. Ну что, теперь можем куда-то лететь на корабле своём. И это круто. Срочные новости. Председатель Бёрнс, глава парламентского подкомитета по изучению сверхлюдей, был похищен экстремистами-биотиками. Биотики угнали грузовой корабль, и в последний раз были замечены в скоплении гаммы Аида. Никаких требований от них не поступало. Вот такой вот. Это тот, с которым мы говорили, получается. Ага, мы поднимаемся вверх. Так, есть. Так, я думаю, надо сохраниться перед тем, как с ними болтать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я ещё одних нашёл тут. Красавцев. Так, базу данных. Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандии. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Так. Так, расскажите о Саране. Так, что насчет пожинателей? Настоящей угрозой являются пожинатели. В этом вопросе я на стороне совета, Шепард. Таким образом, я тоже не уверен в их существовании. Но если они существуют, то канал предназначен для их возвращения. Не дайте Сарну добраться до канала, и мы предотвратим возвращение пожинателей. Так, можете на меня рассчитывать. Я остановлю его. У нас есть ещё одна зацепка. Второй голос на той записи принадлежал матриарху Бенезии. У неё есть дочь, она учёный. Специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться её найти. Узнайте, что ей известно. Её зовут Лиара, доктор Лиара Тессони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Так, я даже не знаю. Давайте, наверное, начнём с Тау Артемиды, да? С дочкой этой. Поболтаем. Похоже, мы отправляемся в скопление Тау Артемиды. Это ваше решение, капитан. Теперь вы спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всего человечества. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлёбывать её придётся мне. Так, я буду осторожен. Я постараюсь не доставлять вам больших проблем, посол. Рад это слышать, капитан. Помните, вы были человеком задолго до того, как стали спектром. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. Окей, герой. Так, теперь надо сохраниться и с Андерсоном потолковать. Так. Да, капитан. Так, вы работали с Сараном. Расскажите, что случилось у вас с Сараном 20 лет назад. С тех пор прошло почти 20 лет. Посол Гойл была нашим представителем здесь, на Цитадели. Как и у Дина, она хотела, чтобы один из людей стал спектром. И она выбрала меня. Совет направил Сарана следить за мной и за моими действиями. Точно так же, как они послали Найвуса следить за вами. И зачем это было скрывать? Почему вы не рассказали мне обо всем? Гордиться тут нечем. У меня был шанс стать первым спектром человеком, но я его упустил. А Саран мне помог. Что случилось? Думаю, у меня есть право услышать историю целиком. Мы следили за ученым, который работал на батарианцев. Он пытался организовать лабораторию по разработке нелегальных ИИ-технологий. Всю работу сделала разведка Альянса, но совет настаивал на присутствии спектра. Мы нашли компромисс. Я должен был помогать Сарану в расследовании. Мы проследили перемещение ученого до очистительного завода на Камале. Он прятался где-то внутри. Его защищала целая армия батарианских наемников. План был простой. Пробираемся в здание, хватаем ученого и обратно. Быстро, тихо и, по возможности, без жертв. Так, что-то пошло не так. Похоже, план не удался. Мы с Сараном разделились, чтобы охватить большую территорию. Мы были уже на полпути к цели, и тут раздался взрыв. Официально несчастный случай. Но я уверен, Саран устроил взрыв специально, чтобы отвлечь охранников. Кто-нибудь пострадал? Сколько жертв? Завод разнесло в клочья. Все кругом было в огне. В атмосферу попала куча токсичных веществ. Внутри никто не выжил. Рядом находился лагерь, в котором жили рабочие и их семьи. Из-за пожара и токсинов погибло 500 человек. Почти все гражданские. А Саран и глазом не моргнул. Цель уничтожена, миссия выполнена, а вся вина пала на меня. Понятно, после этого не могло быть и речи, чтобы я стал спектром. Так, вас во всем обвинили. Но ведь это Саран устроил взрыв. Как ему удалось свалить все на вас? Саран написал рапорт, что операция сорвалась из-за меня. Что я привлек внимание охранников. И что из-за этого ему пришлось устроить бойню. Этого рапорта хватило, чтобы совет отклонил мою кандидатуру. Так, это было не ваше вино. Не вините себя, капитан. Да это понятно. Саран хотел, чтобы все пошло не так. Он просто искал предлог, чтобы взорвать этот завод. Может быть, он просто любит насилие. А может, пытался скомпрометировать меня, чтобы человек не стал спектром. Если так, ему удалось. Это несправедливо. Почему вы спустили ему этот срок? Кого, по-вашему, стал бы слушать совет? Меня или лучшего агента? Мне он с самого начала не понравился. Повел бы я себя по-другому. Может, и удалось бы справиться с ситуацией. Так. Не вините себя, капитан. Да, может быть, он просто любит насилие. А может, пытался... Я думаю только о том, как остановить Сарана. Вы правы, капитан. Только неудачники живут в прошлом. Так. Разузнать. Ферос. У вас есть какие-то сведения о колонии на Феросе? Да вся планета один здоровый протеанский город. Практически весь в руинах, но часть инфраструктуры сохранилась. Люди пытались построить колонию на основе того, что оставили протеане. После нападения гетов мы потеряли с ними связь. Понятно. Скопление. Что вы знаете о скоплении Тау Артемиды? Немного. Я никогда там не был. Несколько систем с маленькими планетками. Настоящих колоний там нет. Найти там доктора Тессони будет нелегко. Мой вам совет. Ищите на планетах, где есть протеанские руины. Понял. А Наверия? Вы можете рассказать мне о Наверии? Это Наверия вечное бельмо на глазу. По сути, вся планета это полигон для незаконных исследований мега-корпораций. Аккуратней там, Шепард. Спектры это единственная власть, которую уважает на Наверии. Но и их не любят. Угу, понятно. С вами все в порядке. Так вы, держитесь? Шутите? Я несколько иначе представлял закат своей карьеры. Ненавижу перебирать бумажки. Остановить Сарана кроме вас некому. Давайте, Шепард. Если я должен отойти в сторону, так тому и быть. Окей. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Угу. Так, отлично. Тогда нам сюда. Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз, и из-за каких-то закулисных интриг мордой в говно. Никому не подставляйте спину, капитан. Если миссия пойдет не так, ваша голова полетит в следующий. Так, мне это не нравится. Руководить миссией должен капитан Андерсон. А я чувствую себя так, словно краду его корабль. Да, с Андерсоном обошлись херово. Но вы этому помешать не могли. Так что вас никто не винит. На этом корабле все горой за вас, капитан. На сто процентов. Интерком включен. Если хотите что-то сказать экипажу, сейчас самое время это сделать. Так. Я должен быть честен. Говорит капитан Шепард. Мы получили приказ найти Сарына раньше, чем он найдет канал. Не буду вас обманывать. Задача не из легких. Люди должны внести свой вклад. Наш вид слишком долго жил особняком от всех прочих. Теперь наш черед сделать шаг вперед и выполнить свой долг перед галактикой. Пора доказать всем, что мы не робкого десятка. Сарен будет готов к встрече. Враг знает, что мы у него на хвосте. Армия Сарына будут ждать нас в траверсе. Но и мы будем готовы к этой встрече. Так. Все рассчитывают на нас. Именно люди должны сделать это. Не только ради нас самих. Но и ради каждой расы в пространстве цитадели. Сарына нужно остановить. И я обещаю всем вам. Мы его остановим. Зашибатая речь, капитан. Андерсон гордился бы вами. Я не подведу его. Андерсон отказался от всего, чтобы я получил этот шанс. Мы не можем проиграть. Есть, сэр. Так, отлично. Капитан, вам что-нибудь нужно? Так, доложите о состоянии корабля. Как наша Нормандия? Она действительно так хороша, как о ней говорят? Нормандия. Лучший корабль флота. Если есть пилот, который знает, как с ней обращаться. Баланс довольно необычный. Приходится привыкать к тому, что в заду у нее двигатель переросток. С ним надо поосторожнее, а то мощность может вырваться из-под контроля. Для среднего пилота Альянса Нормандия, пожалуй, крутовата. Но, к счастью для вас, я далеко не средний. Просто хочу поговорить. Я хочу знать свой экипаж. Можно задать вам несколько вопросов? Я уж вижу, к чему вы клоните. Проверили мою биографию? Ну и зашибись. Я скажу вам все то же, что сказал капитану Андерсону. Я пригожусь вам в качестве пилота. Я не хороший пилот. Даже не отличный. Я просто, черт возьми, лучший рулевой во флоте Альянса. Я лучший выпускник курса летной говношколы. У меня туева хуча разнообразных поощрений. И я никогда не просил снисхождения из-за болезни. Какой болезнь? О чем вы говорите? Вы больны? То есть... То есть вы не знали? Вот черт. Ладно. У меня синдром Вролика. Врожденная хрупкость костей. Кости у меня в ногах неправильно развивались. Если приложить даже небольшое усилие, они ломаются. Ходить трудно даже с костылями и скобками. Один неверный шаг и хрясь. Все это очень драматично. Но я научился жить с этим, капитан. Дайте мне Нормандию, и я заставлю ее танцевать для вас. Только меня самого не просите встать и сплясать. Постарайтесь смирить свои садистские наклонности. Так, расскажите о своей болезни. Расскажите мне о синдроме Вролика. Раз уж мой корабль в ваших руках, я должен знать. Ну еще бы. Это очень редкая штука. Что ее вызывает, точно неизвестно. Наверное, что-то генетическое. В принципе, можно жрать какие-то пилюльки, но полное излечение невозможно. Мой случай почти критический. Я родился с десятком переломов. Бедра, голени. То есть у меня кости ломались еще во чреве матери. Сто лет назад я подох бы в младенчестве. Но мне крупно повезло. Современная медицина превратила меня в полезного члена общества. Вам тяжело работать? Вы же не сломаете себе ноги, управляя кораблем? Ну, капитан. Я ж не ногами управляю. Так что пока я в этом кресле все в порядке. Не ногами управляю. Хотя, чтобы встать и пойти отлить, приходится напрягаться. Я свое дело делаю не хуже, чем любой на корабле. А вообще-то и лучше. Так что расслабьтесь. Так, сменим тему. Я не хочу вас ставить в неудобное положение. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Как прикажете, капитан. Так, как вы получили свое прозвище. Почему все зовут вас Джокером? Звучит не так пафосно, как лейтенант космических сил Альянса Джефф Морро. К тому же Джокер, он как бы и в колоде, и как бы сам по себе. Понятно. Вы уходите от вопроса. Слушайте, я себе имя не выбирал. Одна инструкторша в летной школе доставала меня, что я, мол, никогда не улыбаюсь. Стала обзывать меня Джокером. Шутняком вроде как. Вот и прилипло. Понятно. Вы были несчастны. Почему вы не улыбались? Да я там за троих вкалывал, капитан. Хренолысого ты добьешься, если будешь только ходить до скалится, как идиот. К концу того года я был лучшим пилотом в академии. Летал даже лучше инструкторов, и все это знали. Им всем пришлось отсосать у задрота на скрипучих ножках. Вот уж на церемонии выпуска я поулыбался. Так, блин, понятненько. Ваша биография. Как вы оказались в Альянсе? Если вы хотите послушать трогательный рассказ о мальчике-инвалиде, преодолевшем невероятные трудности, вас ждет разочарование. Моя мать была служащей, работала на Альянс по контракту. Я вырос на станции Арктор. Флоты тогда еще строились. Проторчишь столько времени рядом с кораблями Альянса, скорее всего загремишь в Академию. Так, понятно. Ну все, поболтали. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Так, отлично. Благодаря этому разговору что-то стало ясно. Хоть немножко. Так, давайте здесь сохраняемся. Там еще есть с кем говорить на этом корабле. Потом отправимся уже во вселенную космоса и будем по планетам шастать. Всех наказывать и все решать. Так, ну, бежите, а это что такое? Какой-то кодекс там нам дали даже, да? Хорошо, все. Сохраняемся. С вами был Олегович, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.